Здарова, народ! Притащился я домой. Собственно, начну немножко с предыстории. В конце 16-го года у меня стал не очень так себе держать машину-ручник. Я его подтянул, но я подтянул из салона, и секрет, как он там подтягивается. То есть под ручкой там кожаную такую штучку отрываешь, и там головкой подтягиваешь. То есть там сейчас у меня подтянут. Вот, как бы стало получше. Но держит сейчас только одно вот это вот колесо. Колесо, которое справа, вот я поднакрачиваю машину, начинаю там откручивать, допустим, болты, колесо свободно прокручивается с той стороны. Поэтому, собственно, я думаю, может быть причина в том, что некорректная работа этот механизм автоподводки колодок. Вот, и планирую завтра я снимать колесо, снимать барабан, и попробовать вручную колодки подвезти. Если, конечно, вручную подвезти не удастся, ну, я на всякий пожарный купил вот колодки. Купил колодки 1100 там, 1100 с копейками я отдал. Четыре колодки, ну, если что, тогда буду менять. Ну, конечно, хочу пока поездить на этих. Ладно, в общем, завтра тогда будем снимать, смотри, что там происходит. Все, до завтра. Настал следующий день, начинаю все разбирать. Хотел заметить, что как будете донкратить машину, обязательно подкладывайте вот кирпичи под колесо, чтобы она никуда не сдвинулась. И когда поддонкратите, нужно подложить будет какую-нибудь колодку. Погнали, снимаем колесо. Вокруг меня, короче, орут петухи, так что... Я вообще в деревне, так что не удивляйтесь. Так, болты я открутил. Снимаем колесо. Теперь берем крестовую отведку и откручиваем вот эти вот штыри. Так, немножко почистим барабан. Так, отвертку я уже приготовил. Изначально немножко постукиваем по ней. По самим болтикам. Чтобы они немного отошли. Так, ну и теперь пробуем откручивать. Так, ну первый, как видите, легко открутился. Так. И второй тоже легко открутился. Не так, как, конечно, на жигулях. На жигулях я задолбался. Так, сейчас будем пробовать снимать барабан. Не снимается. Сейчас хочу деревяшкой. Постукать немного. Постукать немного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то не идет, не знаю, сейчас буду думать, что делать. Народ, короче, не получается, пока вам не открутить. Включу я уже вот так наискозь, вширкнул сюда этим керосином, потому что ВДшки не было, чтобы хоть как-то размягчить, потому что я думаю, что барабан просто прилип. Прижарел, давно не снимался, поэтому, собственно, стучу. Стучу, чтобы сорвать, но пока он мертвый вообще сидит, поэтому не знаю, сейчас что буду делать. Пока пытаюсь постукивать, чтобы сорвать его хоть как-то с места. Потом, как получится снять, я покажу. Но ручник я попробовал приподнять. Барабан вообще не тормозится. Как крутится, так и крутится. Сейчас, конечно, в салоне я там гайку этого ручника подотпустил, чтобы был свободный ход тросика. Но, говорю, пока снять не получается. Ну что, народ, до сих пор у меня ничего не получилось. Долблю уже молотком побольше, конечно, без фанатизма. Сейчас снова набираю керосин. Я понимаю, конечно, керосином по-хорошему нужна ВДшка, но, блин, ВДшки у меня нету. Я сейчас в деревне. Сейчас снова буду стучать, не знаю, что делать. Стучу ее вот так вот наискось, чтобы он хоть как-то отошел от этой отступицы. Ладно, короче, смотри, как я стучу, не особо интересно. Я потом включусь. У меня радостная новость. Смотри. Мой диск наконец-то начал болтаться. Дело движется. Так, ребят, короче, стучал я, стучал. Как барабан начал болтаться, я аккуратненько отвертку вот сюда подзел и немножко его начал сюда сдвигать. Потому что, ну, почему он не сдвигался, как я понимаю, на барабане на самом выработка с краю. И он упирается в колодки. Там у меня ручник ослаблен. Вот, но он все равно не слезал. В общем, засунул отвертку сюда, засунул сюда и по чуть-чуть, по чуть-чуть начал его спихивать. Сейчас он вроде бы пошел у меня. Ну да, на барабане кромка есть, небольшая. Она небольшая, может, там миллиметра даже нет, 0,5 где-то. Сейчас я все это дело почищу. Я хочу посмотреть, как работает ручник. Сейчас батя придет, понажимает и посмотрим, раздвигаются эти колодки или нет. И как работает у нас цилиндрик. Все, 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 отпускай. Так, и теперь ручник. Давай потихоньку поднимаем. Ну, еще подними. Еще. Все? Все. Ну, все. Ну-ка, еще подними. Еще. Ну, все, он работает. Больше все. Отпусти и подними. А, вот. А ты тебе подними. Все. Отпусти. Ну, все. Ага. Так, ну что, собственно, мы выяснили, что цилиндрик работает, тросик работает. Сейчас я снял фаску, вот эту, которая мешала нам снять барабан с колодок. Я не снимал. Покажу, как я это делал. Ну, вернее, батя делал. Барабан. И вот так аккуратненько болгар. Я снимал фаску. Вот так это выглядит. То есть край я чуть-чуть снял. Снял я для того, чтобы сейчас выставить колодки. Ну, вот их развести до такой степени, чтобы барабан плотно вставал. Так, сейчас я посмотрел, то есть какая у меня проблема. У меня вот здесь вот тросик. Где он? Вот он, ручника. У него очень большой холостой ход. А почему у него очень большой холостой ход? То есть ручник работает, он холостой ход этот натягивает, а толку нету. Так, значит, народ, смотрите, что делал я. Сейчас немножко подразвел я вот эту вот шестеренку вручную, чтобы колодки плотно садились. И плюс я еще увидел о том, что у меня очень большой холостой ход. Видно, нет, но вот в общем большой холост ручника. То есть он натягивается в холостую. Нужно потянуть. Попробую потянуть сейчас его с салона. Ну, вот защиту, собственно, эту отщелкиваю. Взял я вот эту отвертку и головку на 10. Вставляю. И начинаю подтягивать. Я пару оборотов. В общем, троса, тот, который я показывал, он у меня стал... Ну, получше натянулся. Сейчас я вот еще чуть-чуть поднатяну. Пойду снова схожу, посмотрю. Ну, в принципе, у меня все. То есть что я сделал? Я снял фаску с барабана, как я уже сказал, да, вот здесь вот. Так, чтобы она легче надевалась. Так как она была выработка вот здесь. Так. Немножко раскрутил вот этот распорник. Чуть-чуть. Зачем чуть-чуть. Так. И так как у меня, я посмотрел, очень большой был запас вот этого вот, ну, как сказать, ну, натяжителя ручника, троса. Я из салона его подтянул. В принципе, колодки у меня новые есть. Но я думаю, эти еще походят, потому что я из салона подтянул. Вот. И, в принципе, ну, довольно-таки, ну, получше, получше стало. Поэтому сейчас я все почищу это. Буду собирать и посмотрю, как будет работать. Посмотрю, не заклинило ли сейчас левое колесо от того, что я подтянул с салона. Так что, в принципе, сейчас пойду перекушу, потом буду собирать. Так, почищу, почищу теперь саму ступицу. Внутри барабан тоже не мешало бы нам почистить. Теперь, собственно, саму ступицу, чтобы не было такой же истории, как я вот отбивал в самом начале ее молотком. Я хочу помазать графиткой. Здесь немножко посадочную часть, и здесь немножко, чтобы она не приржавела, не прилипала. Пойду за графиткой схожу. Протрем все тряпочкой. Так, это протерли. Это тоже протерли. Теперь графиткой тоненьким слоем подсмажен. Жирно не нужно, просто прикол в том, чтобы она просто не прилипала, не схватывалась со ступицы. Чтобы в следующие разы я ее не лупил молотком. Чуть-чуть совсем. Так, помажем. Ну, здесь тоже я промажу. Здесь видно, в принципе, где она становится ступица. Чуть-чуть. Именно на посадочное место. Дальше я не зарезаю. Дальше она там не нужна. Только будет грязь собирать, это нам не нужно. Так, все, промазал я. Здесь тоже промазал. Колодки сами протрем. Колодки протрем. И в принципе ставим барабан. Ставим барабан. Все, я думаю, нормально. Приработается она. Не буду я оставлять так, чтобы она вообще крутилась. Свободно. Почему? Потому что вот он, чуть-чуть барабан сходит. Все, она уже вот. Свободно крутится. Оставляем так, короче. Так, болты, на которые я прикручиваю, тоже смазываем графиткой. Смазываем графиткой. И закручиваем. Барабан прикрутили. Теперь, собственно, сами штырьки, как их правильно, на которые мы будем прикручивать колесо, тоже я смазываю графиткой. Ну и смотрите, вот это вот все у меня отвалило из барабана. Ладно, все, просто буду я ставить колесо. Ну что, я подократил другое колесо, посмотреть, не перетянул ли его ручник. Я думаю, нормально. Сейчас попробую подтянуть ручник. Отлично. Вот это я понимаю. Все, в принципе, наверное, не буду я больше подкручивать. Вот, собираем его. Вставляем обратно. Все, защелкнули. Так, ну и вот, хотя бы показать, получилось у нас раз, два, три, четыре, пять. Все, пять щелчков машина ставит. Как бы я, конечно, могу из-за всей дури тянуть вверх уже, но я не буду этого делать. Пять щелчков вполне этого хватает, для того, чтобы машина уже два колеса держали плотно. Не так, как было, конечно, у меня. Четыре. И то, пятый я уже тяну, как бы так, ну, пятый. И пятый я уже тяну, так не слабо. Ладно, все, короче. Что, на последок, я такой краски экскурс подведу, то и что мы сделали. Сняли колесо, сняли барабан, немножко подвели, развели колодки, механизм вот этого, распорку развели чуть-чуть. И, в принципе, из салона подтянули ручник. Но, говорю, можно, в принципе, сразу было из салона подтянуть, но меня, как бы, тревожило. Почему? Левое колесо тормозит, правое не тормозит. Собственно, хотел посмотреть, в чем причина. Ну, разобрали, посмотрел я. То есть, в принципе, колодки еще походят. Вот. Так что, так что, пока я оставляю, оставляю старые. Механизм, конечно, я не снимал, ничего не чистил. Ну, все нормально, все функционирует, сами видели. Цилиндрик работает, ручник работает, все держит. как бы, я не стал ничего разбирать. Ладно, в общем, все. Всем счастливо, народ.